Первая часть. Контекст 1917 года. Что произошло в русской церковной жизни в целом и в приходской в частности с марта месяца 1917 по август 1917 года? Казалось бы, это очень короткий период времени. Происходили очень важные события, о которых сейчас я буду говорить. Затем центральный фрагмент нашей беседы будет посвящен трудам Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов в приходском вопросе. И третья часть это собственно советский период после окончания собора до, я там не ставлю точку конкретную, где-то до начала 90-х годов. Прослеживаю, а дальше мы, я думаю, с вами обсудим уже в режиме вопросов и ответов. Итак, 1917 год. В 1917 году после падения монархии происходит церковная революция. Сейчас в историографии это уже вполне устоявшийся термин, который был утвержден, введен в такой широкий научный оборот после книги петербургского исследователя Павла Геннадьевича Рогозного, которая так и называлась, церковная революция 1917 года, высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после февральской революции, где он, вообще-то это понятие и раньше использовалось, но он наполнил его конкретно историческим содержанием и показал разные аспекты этой церковной революции. Прежде всего, это был политический конфликт, конфликт церкви с новым правительством, с временным правительством, причем как на центральном уровне, так и на уровне губернском и областном. Не буду сейчас в подробности, просто констатирую, не буду в подробности входить, иначе у нас много времени это займет. Второй блок конфликтов, который выплеснулся наружу в этот период, весной и летом 1917 года, это были конфликты, по своей сути обусловленные застарелыми социальными, сословными и социальными противоречиями внутри церкви, потому что белое духовенство в 60-х годах имело некие претензии к епископату и к монашествующему. Младшие члены клира, псаломщики и диаконы, имели претензии к священникам, причем очень острые, такие, что в некоторых местах псаломщики и диаконы были членами, псаломщики как бы миряне, но на самом деле они члены сословия. Они прямо говорили, что если наши требования не будут удовлетворены, то мы вообще-то прибегнем к террору. Понятно, что это была политическая фраза, как тогда говорили, но она была весома, за ней стояла некая реальность. Что они хотели? Они хотели прежде всего нового раздела доходов, потому что псаломщики получали от силы 1 треть, а то и меньше общих доходов клира, приходского, остальное получил священник. И они хотели доступа в органы сословного самоуправления, чего они не имели в начале 60-х годов, когда органы были созданы. И вот все эти конфликты духовенства с епископатом, младших членов клира со священниками, конфликты сельского духовенства и с городским, это все сословные конфликты, которые вторгаются внутри церкви. И вот неразрешенные сословные противоречия, которые копились на протяжении всего сиандального периода, они выплескиваются в хаос церковной революции. И очень важная составляющая церковной революции в целом, это революция приходская. Они, кстати, рогозные пишут меньше всего, но мы понимаем, что это один из самых массовых явлений собственно этого периода. В чем заключается приходская революция? В том, что прихожане берут власть в свои руки и разрешают, что называется, как тогда говорили, явочным порядком те проблемы, которые накапливались в течение сиандального периода, о чем мы говорили вчера, и которые не были разрешены, ну скажем так, легитимным, законным, легальным путем до революции. Что происходит? Прежде всего, они берут явочным порядком в свои руки управление приходским имуществом, начинают изгонять неугодных священников и избирать новых. Те самые, собственно, пункты вопросов, которые мы обсуждали. Имущество, рекомендации членов Причта. Вот это происходит стихийным путем. И, конечно, экономический вопрос. Они начинают отбирать у членов Причта в землю, в 2-3 раза занижают плату за требы, перестают выплачивать апархиальные взносы и так далее. То есть полностью берут приходскую организацию в свои руки. Проиллюстрирую это несколькими цитатами. Приходское имущество. Вообще первое сообщение от духовенства с жалобами на возникну ситуацию начинают идти в центральные органы власти. Очень интересно, как правило, светские. Прямо во времена правительства пишут. Потому что понятно, что церковь ничего не может с этим сделать. И владыки ничего с этим сделать не могут. Они пишут правительству. Может, правительство солдат пришлет, они как-то так размышляют. Потому что они прямо говорят, что нам делать? Мириться с этим или сложить себя с сану и убегать? Ну, о сложении с сану я еще поговорю. С марта месяца начинается это. В конце марта первые письма датированы. Март – начало апреля. То есть, 2 марта у нас по новому стилю переворот. В конце марта все уже произошло. Почему так? Эта быстрота свидетельствует о том, что проблемы были назревшие и перезревшие. А главное, что все участники конфликта, прежде всего прихожане, понимали, что им нужно делать. Они так долго об этом просили, что у них была в уме программа практических действий. И вот одно из писем очень характерное. Приходит оно из южно-русской глубинки Екатеринославской губернии. Президиум церковного комитета села Лозавадки Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии на совещании от имени общества, общества, то есть всего общины, всего, так сказать, сельского общества имеется в виду, церковным комитетом постановлено, первое, все церковные имущества, а также церковные деньги принять в свое ведение. И уже принято. Это не извещает Временное правительство. Все уже, мы уже все сделали. Там еще кое-что. И третий пункт очень интересный. Псаломщикам выделять третью часть из всех доходов, имеющих быть в приходе, а не четвертую. То есть там вообще была четвертая часть. Так как в настоящее время по дороговизне жизни на четвертую часть псаломщику прожить нельзя. И на все вышеписанное притчт села Лозавадки изъявил свое согласие. То есть некуда им деваться. Ни священникам, ни псаломщикам, ни диаконам. Они изъявили свое согласие на это. Это очень характерное замечание. Это приходское имущество. А вот что происходит с выборностью, так называемой выборностью духовенства, в кавычках. Это письмо в Синод, тоже уже лето, 17 июня 17 года, от духовенства Черниговской епархии. Причем это коллективное письмо. Там несколько десятков священников его подписали. Они описывают, что происходит, как на практике осуществляется так называемое выборное начало. Цитата. «Вышебленные пастыри, то есть изгнанные из прихода, реже псаломщики и диаконы десятками идут до своего архиерея. Последний предлагает найти свободный приход и доставить приходский приговор о принятии пастыря прихожанами». Обратите внимание. Архиерей прекрасно понимает, что он ничего не может сделать с этой ситуацией. Раньше он назначал своей властью, решением консистории и так далее и тому подобное. Теперь он понимает, что он ничего не может сделать. Он говорит, иди, и пусть прихожане тебя примут. Удрученный, горькой нуждой, обиженный, безместный пастырь плетется за несколько сот верст и является он в известное село, совершает службы Божии, приветствует прихожан, говорит подобающее слово, просит народ, опускаю часть цитаты, принять его в приход, народ потомки хама. На просьбу пастыря отвечает, ты нам не нравишься, иди отсюда туда, откуда пришел. Если бы была горилка, то выпили бы по чарце и поболакали бы. Идет наш брат дальше, голый и голодный, а семья также бедствует без крови, пищи и одежды. Конец цитаты. В общем, конечно, это драматическое описание, но только мы должны понимать, что мы слышим один голос, мы слышим голос духовенства, обиженного, действительно испуганного прежде всего, а голос прихожан мы не слышим. Им, в общем, не до этого, и они не особо собираются высказываться, потому что они, собственно, взяли в свои руки и добились чего хотели. Но из документов собора, в частности, которые вошли, в том числе, в том, о котором я вчера говорил, 14 том этого издания, который я готовил, очень хорошо видно. Конечно, не по всем епархиям, но по некоторым епархиям мы видим статистику изгнанных священников. И оказывается, что изгнаны были считанные проценты. По Самарской епархии, где есть точная статистика, было изгнано 4 с небольшим процента, меньше 5 процентов священников. То же самое примерно было и в других епархиях. Но духовенство было так напугано самим фактом, что работает другой механизм назначения в приход, и епископ с этим смиряется, он ничего не может сделать. Что действительно это был шок. Это был очень глубокий травматический шок, который к чему привел? Он на самом деле стимулировал процесс очень быстрого распада сословия. Летом они пишут, молодые наши священники все начали записываться в университеты, пользуясь тем, что разрешились. Потому что раньше священник не мог поступить в светское учебное заведение, на это должно было последовать разрешение синода. Более того, ему, как правило, это запрещалось, и он мог поступить в университет, только сняв САН. И такие случаи были, но они были единичны до революции. Значит, теперь молодые священники, пользуясь тем, что ограничений нет, они валом идут учиться, получают светские специальности, и старшие священники прямо пишут, они готовят себе путь ухода из сословия. И так и происходит. Потому что действительно, именно в 17-м году начинается стихийное снятие САНа с себя. Это не советская власть придумала. Это те, кто оказались в сословии, ну, скажем так, не по призванию, начинают его стремительно покидать. И поэтому в середине 20-х годов по подсчету выдающегося нашего коллеги американского Грегори Фриза, которого я в прошлый раз уже вам часто цитировал, две трети духовенства служащего приходского в середине 20-х годов уже не сословные. то самое народное пастырство, о котором говорили еще в 19-м веке. Да, уровень образования падает, далеко не все они имеют духовное образование. Кто-то прошел какие-то курсы, кого-то обучил владыка, так сказать, быстро перед рукоположением чему-то. Там мы встречаем замечательные образцы даже тайного духовенства в 20-х годах, рукоположенного из кузнецов, из крестьян, причем это очень ревностные люди, борцы с обновлением в том числе, но оно уже не сословное. Приходская революция запускает процесс распада стихийного духовного сословия. Вот имущество и выборность явочным порядком уже взята в свои руки прихожанами. Церковная власть, как она работает с приходской революцией? Она пытается ее обуздать, поставить в какие-то рамки. И вот, собственно, весь период с весны, с мая уже, на самом деле с апреля 1917 года, до начала работы собора, церковная власть пытается вот как бы обуздать приходскую революцию, превратить ее, ну, мы можем по-разному оценивать этот процесс. Кто-то говорит, это каноническая реставрация, вполне точное определение для деяний собора 1917 года. Кто-то может сказать о церковном термидоре, то есть о церковной контрреволюции. Оставляем пока это за скобками оценочное суждение, что же это такое, просто посмотрим на факты. Вот основные узлы попыток священного началия обуздать приходскую революцию. На что они направлены? Ну, так просто достаточно конспективно пройдусь, чтобы просто было видно как бы вектор движения. Уже в апреле была создана специальная комиссия, которую возглавлял дмитрий Петрович Арсений Стадницкий, новгородский, которое в мае опубликовано было ее, так сказать, постановление в виде определения синода. Очень важной частью этого определения был призыв созывать епархиальные съезды и обсуждать назревшие вопросы церковной жизни, то есть как бы ввести, создать площадку для обсуждения этих проблем. Не так, чтобы сразу их решить, а вот обсудить сначала разным частям церковного организма. И очень важный момент был другой. Здесь уже была предпринята первая попытка урегулировать выборный процесс на уровне приходов. Например, было подчеркнуто, что прихожане своей властью не имеют права изгонять, удалять священника, что должно быть расследование. Если у них есть претензии, они должны быть расследованы. Неприхиальным архиереем, прежде всего. То есть попытка вот этот процесс остановить. Хотя подчеркиваю, масштабы этого процесса не очень большие, но психологически это очень важно. Затем работает специальная комиссия епископа Андрея Ухтомского, которая была призвана разработать временное положение о приходе. Достаточно быстро она это разработала, и это было опубликовано уже в начале лета 1917 года. Значит, что епископ Андрей как бы вкладывает, ну, его комиссия вкладывает в это временное положение. Прежде всего, он признает, положение признает тот факт, что храмовое имущество уже собственно из прихода. То есть священный начальник как бы частично признает ситуацию, частично пытается ее урегулировать. С другой стороны, утверждается право прихожан избирать притч, но вводится такой момент, что епископ все же имеет право вета, имеет право отклонить избранного. Ну, конечно, он может реализовать это право только если прихожане выбрали уже мирянина, а не рукоположенного священника. То есть если нужно рукоположение, тогда, конечно, он может оказать в рукоположении, если не видит на это оснований. Но поскольку, так сказать, безместных священников довольно много, прихожане могут выбрать и из них. И здесь право вета не действует. Более того, дальше временный устав приходский подчеркивает, смещение клириков происходит только по суду или по их желанию. По воле прихожан произойти не может. Действует ли этот момент или не действует? Вряд ли. Весной и летом вряд ли действует. Прихожане вряд ли его слушают. Но, по крайней мере, власть пытается ввести этот принцип. Дальше. Это очень интересный момент. Епископ Андрей был одним из самых горячих пропагандистов, так можно сказать, добровольного прихода. Территориальный принцип организации прихода во временном положении даже не упоминается. Поэтому была идея, что все, кто записался в приход, являются полноправными прихожанами. Этот пункт потом вызовет некие споры, особенно на соборе, но об этом мы еще дойдем. Всероссийский съезд духовенства эмирян, который проходит в начале июня в Москве. Епископы там не участвуют. Это духовенство эмирян. Почти 1300 человек участвуют. Причем он заседает в том же епархиальном доме в Лихомом переулке в Москве, где будет заседать и поместный собор. В той же самой палате соборной. Это консультативный орган. Примих полномочий он не имеет на реформирование церковной жизни. Но он формулирует определенные проекты, которые в том числе будут рассматриваться и на соборе, и в предсоборном совете. И вот это очень интересный момент. Съезд духовенства эмирян, который в рестариографии, как правило, воспринимается как проявление церковной революции. Потому что они так очень активно некоторые вопросы обсуждают, как бы либерально. Но на самом деле в приходском вопросе он показывает себя достаточно консервативным органом, без епископов. В чем это выражается? Известный уже нам по прошлой нашей беседе публицист Александр Александрович Попков возглавляет приходскую комиссию, секцию, вернее, съезда, которая вырабатывает свои предложения к приходскому уставу. И он что предлагает? По его проекту, это давняя его идея, она вообще такая общеславианофильская, что юридическое лицо в приходе должно быть одно, приход, который будет управлять всем имуществом, и приходским, и храмовым. Всем. А притч является частью прихода, он тоже участвует в этом процессе. Но юридическое лицо одно. Но, что интересно, общее собрание съезда принимает другое решение. Храмовое имущество в управлении прихода, но существует отдельно. То есть помните, это конструкция из двух юридических лиц, которая еще в предсоборном присутствии была выработана. Вот здесь как бы эта тема возникает вновь. То есть более сдержано все. Предсоборный совет. Это, собственно, орган, созванный синодом, который должен был готовить уже законопроекты, вот прям такие проекты, которые должны были рассматривать на соборе, и главная его задача была выработать устав собора, правила выборов на собор и устав собора. Работал он достаточно быстро, полтора месяца примерно, июнь и, первое, июля. В июле уже шли выборы на собор, который в августе собрался. Вот, собственно, даты его работы и, соответственно, его состав. И главная, действительно, задача это подготовить наказ для собора, то есть правила его работы. Десять отделов было сформировано в предсоборном совете, ну и правила были такие же, как в предсоборном присутствии. Отделы разрабатывают программу, потом она обсуждается в общих собраниях. Вот десять отделов здесь у нас видны, и видите, пятый отдел, собственно, сформирован специально приходской отдел. Значит, руководит им Андрей Ухтомский, тот же самый епископ, который предлагает его уже разработанное положение, временное положение приходе принять автоматически, и предсоборный совет говорит, нет, мы внесем туда некоторые изменения, в частности, ограничим права прихожан в имущественном вопросе. Два собственника, храм и приход, и два юридических лица. То есть возвращаемся на 11 лет назад к ситуации, разработанной предсоборным присутствием. То есть видите, как бы консервативные шаги, они не только в ограничении права выбора, но и в ограничении права собственности имуществом, прав по распоряжению имуществом приходским. Ну и теперь мы, собственно, с вами переходим к самому собору. Собственно, в юбилейные дни сегодня с вами это обсуждаем. И вот нужно о нем поговорить. Его собственное наименование, самоназвание, Священный Собор Православной Российской Церкви. Поместный собор, вот это выражение употребляется, им употреблялось по отношению к нему самому достаточно редко. Потому что вообще-то по его логике, по логике соборян, все легитимные соборы, которые представляют Русскую Церковь, являются соборными, являются поместными. Вот это вот развлечение поместный и архиерейский, это развлечение послевоенного времени, уже советского периода. И вы понимаете, что на самом деле это вообще-то сравнение по разным основаниям. Потому что архиерейский это состав, а поместный это не состав, а статус собора. То есть имеется в виду, что они не вселенские, а поместные, представляющие поместную церковь. А правильнее было бы говорить поместные соборы разного состава, например, смешанного состава из епископов, клириков и мирян и архиерейского состава. Это было бы более логично. Но нам сейчас не об этом надо говорить, а о приходском вопросе. Посмотрите на эту фотографию, которая опубликована недавно тоже в одном из томов нашего издания, научного издания документов собора 1917 года, и которая совсем недавно была найдена, обнаружена в архиве коллегами, которые этим, собственно, занимались. вы, наверное, и сейчас, поскольку у нас юбилей революции, нам напоминают визуальный ряд 1917 года, вы, конечно, с детства помните эти образы. Матросы с винтовками, демонстрации, вся власть советом, даешь учредительное собрание, крейсер Аврора где-то там по Неве гуляет. Но вообще-то вот это тоже 1917 год. Это тоже люди, это тоже народ, который зачем сюда пришел? Он пришел праздновать историческое событие. Начало собора российской церкви. Конечно, там есть зеваки, вот эти мальчишки, которые висят на лобном месте, заглядывают туда, потому что там будет совершаться на молебен, потому что из спасских врат приходит духовенство после во главе с митрополитом московским Тихоном, после литургии в Успенском соборе, вот они идут на лобное место, чтобы совершить всенародные молебствия перед началом собора. Это 15 августа 1917 года, то есть день Успения Божьей Матери по старому стилю. Но вся площадь-то заполнена кем? прихожанами московских церквей, которые пришли сюда этот момент отпраздновать, если мы с вами посчитаем хотя бы приблизительно количество народа только в этой части Красной площади и перенесем ее на всю Красную площадь, то мы поймем, что там несколько сот тысяч человек, не менее 150 тысяч, а скорее около 200, и даже более. Это тоже 1917 год. Очень коротко, просто чтобы еще раз напомнить вам и как-то ввести в общий контекст общие как бы параметры собора 1917-18 года. Собор действует три сессии с 15 августа по 20 сентября 1918 года, с 15 августа 1917 по 20 сентября 1918 года. Было три сессии осенне-зимнее 1917 года с рождественским перерывом, потом весеннее 1918 года с пасхальным перерывом, и наконец последняя третья сессия лета сентября 1918 года. Собор не был закончен, он не исчерпал свою программу, но в условиях начинающейся гражданской войны и условиях того, что многие соборяне уже не могут приехать на собор, он просто прерывает свою работу, прерывает свою работу. Значит, его состав входят полномочные 564 члена. Большая их часть это представители епархиальных делегаций, которые были избраны, причем избирательный процесс шел, начиная с приходских собраний. Приходские собрания избирали выборщиков на епархиальные собрания и епархиальные собрания из всех этих прибывших людей избирали соборную делегацию. Епископ в нее входил автоматически как правящий архиерей, два клирика и три мирянина. И географически, и социально собор представлял собой всю Россию. там были крестьяне, псаломщики, военные, страна воюет, там были квоты специальные для фронтов, учителя, профессора духовных академий, университетов, члены Государственной Думы и правительства, вся Россия, естественно, духовенство, епископат и так далее. Вот этот состав собора процентный, вы видите, более 50% мирян, 53%, примерно треть белого духовенства и остальное монашествующий епископат. Хочу подчеркнуть, что такая, в общем, беспрецедентная для соборов православной церкви, на самом деле это дискуссионный вопрос, в какой степени беспрецедентна, но действительно очень необычная структура состава собора сыграла очень важную роль. Очень важную роль присутствия большого количества мирян позволила как бы, вернее, начнем с другого момента. Если бы мирян не было, а были бы только, например, клирики, белое духовенство и епископат, неминуемо бы на собор был перенесен внутри сословный конфликт белого и монашествующего духовенства. При том, что очень многое, не все, конечно, но очень многие белые священники были приверженцами сословной программы реформ. Присутствие большого количества мирян позволило эту коллизию снять. И они были некой третьей силой, которая позволила не поляризироваться собору, а стянуть его как бы вместе, воедино, как некий единый организм. Вот краткая схематичная структура собора, как он работает. Ну, уже отработанная схема на самом деле. Отделы, 23 отдела было создано, в них обсуждаются конкретные вопросы. в том числе там собственно пятый отдел, приходский отдел. В них записываются, то есть в них могут записаться какое угодно количество людей. Сейчас мы это увидим дальше. Подготовленные материалы в отделах обсуждаются в общем собрании и могут быть исправлены, исправлены довольно радикально, а потом после того, как общее собрание утверждает этот нитий документ, чтобы стать ему определением собора, потому что видите, в правом столбце у меня помечена номенклатура документов, которые разрабатывал собор. Самый главный документ собора это определение и постановление. Они были изданы в достаточно тонкой книжечке, потом переизданы уже в наше время, репринтом, в контексте нашего издания они еще не вышли, а репринтом они были переизданы. Их всем рекомендую читать и с ними знакомиться. Это достаточно компактный материал. Определение и постановление это ключевой документ, потому что все остальное, протоколы, деяния, фактически стенограммы собора, которые фиксируют все обсуждение каждого вопроса. Так вот, чтобы стать некому документу определением, он должен пройти, как правило, во многих случаях через епископское совещание. Это некая такая верхняя, нельзя сказать, что это палата, такая отдельная курия внутри собора, потому что епископы являются членами общего собрания, но при этом особые документы, вероучительные, правилодательные документы обсуждаются еще в епископском совещании, и епископское совещание может наложить на них вето и отправить опять на доработку, как, например, было в конце 18-м году с новым церковным судебником, подготовленным собором, но епископским совещанием не принятым. Почему? Это отдельная история. Как мы с вами уже говорили, приходский вопрос является вопросом интегральным, он в себе совмещает разные проблемы церковной жизни, и поэтому не только отдел о благоустроении прихода занимается им на соборе. А, например, отдел о церковно-приходских школах готовит главу о просвещении населения, которая была обсуждена пятым отделом и включена в соборный приходский устав. Отдел о церковном имуществе и хозяйстве. Отдел о приходе и о церковном имуществе и хозяйстве проводят специальное совместное заседание, и они обсуждают, а как будет устроена распоряжение собственностью в приходе. Это разные отделы, вместе они обсуждают эти отделы. Отдел о правовом имущественном положении духовенства тоже вместе с приходским отделом обсуждает вопрос, а как будут содержаться священники? Специально вырабатывают документ, который потом будет собором утвержден об обеспечении духовенства. Совместно эти заседания идут. Ну и конечно сам собор обсуждает приходский вопрос достаточно долго, по новому стилю 4 марта по 20 апреля. Там не на каждом заседании, но это достаточно большой срок, там очень горячие дискуссии происходят, о которых я вам скажу. Теперь приходский отдел. Приходский отдел второй по численности отдел собора. Больше его был только отдел о высшем церковном управлении, который разрабатывал устав деятельности патриарха, синода, высшего церковного совета и так далее. В отделе о высшем церковном управлении было 260 членов. В отделе приходском 237. Все остальные отделы были значительно меньше. Понятно, что не все эти 237 членов участвуют одновременно в его работе. По спискам они все есть, большинство из них есть. 150 человек одновременно участвуют в его работе, а самое малое число это 14 членов в один из моментов. Но при этом так или иначе многие из этих 237 так или иначе участвовали в его работе. Первым председателем избирается отдела епископ Андрей Ухтомский, уже разработавший, он считается корифеем приходского вопроса, он уже разработал временное положение о приходе, вот он избирается председателем, но на шестом заседании он берет самоотвод, снимает с себя полномочия председателя, потому что считает, что обсуждение приходского вопроса в отделе пошло не так, как ему бы хотелось. Это отдельный вопрос, можно потом, если будет вопрос, я могу об этом рассказать. И на его место избирается мирянин Василий Александрович Потулов, замечательный такой дворянин, земский деятель, член государственной думы, третий и четвертый, от фракции земцев-октябристов. Человек с очень большим законотворческим опытом, человек, который очень быстро, на самом деле очень жесткой рукой смог наладить работу над приходским уставом. А ведь нужно иметь в виду, что приходской устав, который был разработан отделом, принятый собором, это самый объемный документ собора, принятый собором, самый объемный, 177 статей. И еще, кроме устава, собора, отдел еще кое-что разработал. Например, инструкцию членом Приджта. Во многом именно благодаря Потулову идет эта очень интенсивная работа. И, что интересно, он, конечно, проявил себя как блестящий председатель. Почему блестящий? Который блестяще суммировал мнение членов отдела и, главное, мог, что называется, наступить на горло собственной песни. Он в какой-то момент прямо заявляет, что он вообще-то не согласен с отделом. Но поскольку скоро большинство приняло именно такое решение, это, кстати, касалось вопроса об имуществе, конфигурации имущества, в приходе он будет скрупулезно следовать этому принципиальному решению, чтобы оно было проведено в итоговом документе. И он это делает. Такая как бы самоотдача председателя очень хорошо здесь наблюдается. Ну, вот, собственно, он работает отдел с 31 августа по 16 апреля, более 50 заседаний проводит самостоятельно и 5 заседаний с другими отделами, о которых я уже сказал. Главные документы это, собственно, сам приходский устав, вернее, его проект, потому что он был исправлен в общих собраниях, инструкция членам притчта и другие сопутствующие документы, которые передавались на усмотрение священного синода. я опускаю дискуссии, хотя они очень любопытные, но действительно, если кому-то интересно, можно обратиться к тому 14 нашего издания. Что решает отдел? Отдел оказывается в чем-то более консервативен, чем предыдущая, чем тот же комиссия епископа Андрея Ухтомского, чем предсоборный совет даже. Но на самом деле сам собор в целом будет еще более консервативен, чем его отдел. Вот что он принимает решение по основным вопросам, проблемам приходского вопроса. Территориальность сохранена, территориальность прихода сохранена. Она дискутируется, вопрос дискутируется очень активно, добровольный приход или территориальный, как это было и в предсоборном присутствии. Причем в этом вопросе Путулов не согласен со своими коллегами, но он смиренно принимает их точку зрения. Отдельно храм с собой имуществом и, соответственно, клир, который распоряжается им, и отдельно приходское имущество. Этот вопрос станет одним из самых, я бы сказал, даже не горячо, а яростно дискутируемых в общем собрании собора, о чем мы еще поговорим. Наконец, приход рекомендует своего кандидата. Не избирает напрямую, но рекомендует. Более того, там подтверждено в проекте отдела, что удаляется священник только по суду. Только по суду. А как избирается? Очень интересно. Не просто избирается, а отдел разрабатывает достаточно, тщательно разрабатывает достаточно сложную процедуру рекомендации приходом своего кандидата, в которую заложено два епископских фильтра. Первый. Каким образом это происходит? Вот освобождается место в приходе священника или там дьякона или псаломщика. Все равно, кстати. Епископ собирает заявления. Он собирает заявления от прихода и от других желающих занять это место. Отсеивает из этого заявления, так сказать, проводит первый отсев, в том числе он может отсеять кандидата прихода, и этот список, причем отсеивает первый раз ничего не объясняя, этот список посылает в приход, и уже из него прихожане избирают. И более того, если, например, что-то выяснилось новое о каком-то из кандидатов, то епископ может наложить вето и уже и после избрания. Двойной фильтр после избрания. Но при этом второй раз, если он наложил вето, то он должен объяснить, почему. Должен аргументировать прихожанам, что такое он узнал, почему этот человек не может быть священником, когда он был включен в список. Двойной фильтр. И там интересно, что заведомо предполагалось, что человек может не иметь законченного богословского образования. То есть сразу имелось в виду, что у нас не сословное духовенство, а духовенство народное пастырство. Учреждались специальные богословские экзаменационные комиссии. Человек должен был после избрания пройти экзамен, сдать определенного уровня. На дьяконскую должность в уезде, на священническую должность в епархиальном городе. Он должен был готовиться и соответствовать некому богословскому минимуму, который принимала эта комиссия. Но при этом отдел проектирует обширные права самоуправления прихода. Очень интересные, они очень интересно проработаны, там есть списки вопросов, которые и приходское собрание, и приходский совет может рассматривать. В какой степени епископ может участвовать в этом самоуправлении, очень ограничено. Ему предоставляются все протоколы для сведения, он, конечно, может протестовать, но там тоже работа на процедура на этот счет, хотя там могут протестовать и другие, например, члены приходского собрания меньшинство, если они остались в меньшинстве, они тоже могут протестовать. Или там, например, священник, если он остался в меньшинстве, может протестовать. Процедура разработана. В имущественных вопросах епископ не участвует, если решение о тратах меньше определенной суммы, достаточно крупной, там больше тысячи рублей, чего обычно в сельских приходах даже никогда и не бывало. если до этой суммы, то это все на усмотрение прихожан, если больше, то епархиальная власть уже начинает осуществлять надзор над этим, дает благословение, и так далее. Вот какой проект разработал собственно устав. Потом это все было перенесено в пленарное заседание собора уже весной 18-го года. Были избраны три докладчика, представители отдела потулов, известный нам Николай Дмитриевич Кузнецов, который активно работал в отделе, и делегат от Самарской епархии отец Федор Григорьев. И собор рассматривает этот процесс с 4 марта по 20 апреля. Весь приходской устав. Значит, самая, как я сказал, просто яростная дискуссия разворачивается по вопросу о приходском имуществе. О приходском имуществе. Не только по этому поводу. Например, выборность тоже была пересмотрена, я об этом скажу дальше, но приходское имущество, это просто стало камнем преткновения собора, он обсуждал это в течение целого ряда заседаний. Потому что происходит поляризация точек зрения. 121 статья предполагала, что храм и приход два юридических лица, два имущества, но прихожане участвуют в управлении храмовым имуществом. То есть отдел полностью вернулся к проекту предсоборного присутствия. И тут на общих собраниях поляризуются точки зрения очень быстро. Епископ Владыка будущий священномущенник Серафим Чичигов отстаивает точку зрения, что только храм может быть юридическим лицом, прихожане не могут участвовать в распоряжении прихожанским имуществом и храмовым, потому что епископ является его собственником. Но он постоянно педалирует что-то согласно канонам, хотя ему говорят, что это спорное утверждение, но он постоянно гнет свою линию, что согласно канонам, епископ собственник церковного имущества и никаких гвоздей здесь не может быть. Причем очень интересно, что первоначально, когда он участвовал в обсуждениях этого вопроса в отделе, он абсолютно соглашался с этой диалистической конструкцией. Два юридических лица, два собственника. А здесь он радикализует свою точку зрения, говорит, нет, я был неправ. Николай Дмитриевич Кузнецов, у него другая аргументация, уже издан советский декрет, о котором мы дальше будем говорить, уже церковь прожина в правах, и он говорит, только прихожане могут защитить ее достояние церковное, давайте все отдадим им, давайте учтем ситуацию, в которой мы живем, политическую. Поэтому его мысль, что только приход в текущей политической ситуации может быть юридическим лицом и собственником всего имущества. Начинается голосование. Да, я сказал, что Василий Александрович Путулов был таким председателем, который мог жертвовать своей точкой зрения во время обсуждения этого вопроса. Заседание вот эти вот соборные ведет митрополит Арсений Стадницкий, новгородский митрополит, выдающийся иерарх, и очень интересно, как он на самом деле скрыто, но достаточно явно, страстно участвует в этом обсуждении, потому что он направляет голосование постоянно, постоянно как бы свою точку зрения явно проводит в этом голосовании, а его точка зрения, конечно, она скорее на стороне архиепископа Серафима Чичигова. Вот, и значит, первый раунд голосования 11 апреля выносится поправка архиепископа Серафима, что храм, что юридическое лицо только храм. Первая поправка. Два раунда голосования, да, она принимается большинством один голос, а потом большинством в два голоса. Причем, смотрите, какое количество, всего лишь там 112 человек присутствует. Да, тут же, да, и как бы получается, что только храм является, да, то есть восторжествовала точка зрения архиепископа Серафима, что только храм является юридическим лицом, и прихожане, все, они как бы устраняются. И тут же расстаются протесты. Буквально на следующий день огромная группа прихожан пишет два письма, не прихожан, соборян, два письма, два протеста. в одном из них священника, там они называются по лицу, который первым их подписало. Поэтому это протесты 34-х или священника Александра Масальского, а второй протест 61-го или Николая Дмитриевича Кузнецова. И члены собора говорят, во-первых, низкий кворум, во-вторых, по логике проекта, поставив на голосование утверждение, что храм является юридическим лицом, дальше председатель, митрополит Арсений, должен был поставить вопрос на голосование, а является ли юридическим лицом приход. И может быть, это тоже бы получило большую часть голосов. А он не ставит это на голосование, таким образом, как бы нарушая логику обсуждения проекта. И они говорят, или нужно ставить 121-ю статью на повторное голосование, или разъяснить, как понимать постановление Патриарха и Синода от 28 февраля, а я о нем дальше, после, когда мы перейдем уже к советскому периоду, подробно буду говорить, это ключевой документ, привлекающий мирян к участию в защите церковного имущества, и они спрашивают, а как тогда понимать это постановление, потому что голосование фактически его отменяет. Поправка, предложение Николая Дмитриевича Кузнецова, оно другое, он просто говорит, давайте дадим примечание к этой статье, что в крайнем случае и приход может принимать на себя ответственность за церковное имущество. То есть два таких предложения. И начинается 17 апреля нового стиля 18 года начинается финальная дискуссия, где фактически обсуждаются два вопроса. Это цитаты вынесены у меня в первую строку. Одни говорят, мы должны быть выше каких-то декретов этого непонятного сборища политического, которое в Петрограде заседает. Они всерьез говорят, часть соборян, что это временное явление, которое просто пена дней, которая сейчас будет сметена следующим порывом исторического ветра. Мы должны быть выше декретов. Другая часть соборян, Кузнецов тот же, очень активно говорит, что вы, нужно соотноситься с требованиями времени, нужно различать тенденции времени, говорит Кузнецов, и как бы учитывать их в своей работе. И вот между этими двумя тезисами разворачивается реальное активнейшее обсуждение. Должны мы учитывать ситуацию политическую или нет? В конце концов начинается повторное голосование. Сначала ставится на обсуждение поправка Кузнецова. То есть дать примечание или не дать. И два раза митрополит Арсений голосует эту поправку. и она принимается большинством в один голос. Второй раз. 90 против 89. Митрополит Арсений счел, что это, хотя предыдущие поправки принимались тоже большинством в один или два голоса, но на этот раз он считает, что это недостоверное голосование и запускает процедуру поименного голосования членов собора. Эта процедура предусматривалась уставом собора, но была использована на соборе один раз вот в этот день, 17 апреля 18-го года. Потому что как она была устроена? Митрополит Арсений читает список, причем обязательно в присутствии поверенных, 4 человека присутствуют при этом, чтобы все видят, что он отмечает правильно, кто как голосует. Значит, он читает список, и каждый из соборян встает и заявляет за или против поименное голосование. Есть список поименного голосования со всеми этими отметками. И смотрите, при поименном голосовании поправка Кузнецова отклоняется большинством 112 голосов против 97. Обратите внимание, как растет кворум, как растет количество присутствующих на голосовании от первого голосования к голосованию поименному. Эта поправка отклоняется, то есть, напомню, Кузнецов предлагал дать примечание, что приход тоже может быть собственником приходского имущества в каком-то случае. с мемор и с мемор и с мемор и с Продолжение следует...